Здравствуйте! Это Такая Жизнь. Для того, чтобы стать популярным и неплохо зарабатывать, необязательно заводить знакомство с нужными людьми и тратить кучу денег на раскрутку по ТВ и на радио. Достаточно доступа в интернет. Простые люди становятся популярными сначала в сети, а потом уже в реальной жизни. Так таджик-гастарбайтер стал звездой в московских клубах. Света из Иванова получила свою программу на федеральном телеканале. Более яркие примеры – Вася Обломов, Петр Налич. Некоторые становятся знаменитыми случайно. Кто-то специально разрабатывает план действия в сети, лишь бы засветиться. И с теми, и с другими встретился наш корреспондент Денис Сопов. Такому успеху позавидовали бы звезды шоу-бизнеса. В интернете танец мужика в плавках посмотрели сотни тысяч человек. Его назвали «Талантище», «Звезда», «Супермен». Он однажды зажег на отдыхе в Египте и уже больше года собирает фолебные отзывы о себе. Ну, случайно получилось, но и хорошо. То есть это уже какой-то есть пиар какой-то есть уже. Все равно в любом случае какой-то показ, засвет. Я не думал, что, допустим, никогда к этому не стремился сам. Ну, случилось, ну, здорово, замечательно. В прошлом году новороссиец Дмитрий Калинин отдыхал в Египте. И пока жена с ребенком прятались от солнца, глава семьи решил немного размяться. В итоге на его танец у бассейна вышли посмотреть чуть ли не все жители отеля. Ну, аплодировали все там. Все стоят. Весь народ, который собрался, все аплодировали, кричали «Браво! Молодец!» Женщины там летели в самолете обратно, две женщины, а я как раз рядом. Они говорят, ну, мы, конечно, поняли, что не обязательно 10 дней отдыхать. В Египте достаточно одного дня, если есть такое шоу, такие люди, которые могут это сделать. Уже дома Дмитрий обнаружил, что кто-то выложил его танец в сеть. И слава новороссийского артиста возросла до всемирного масштаба. Нынче танцы мужчин с округлыми формами в тренде. И чтобы не отставать от модного веяния, я решил поучиться этому непростому ремеслу. Чем проще движение, тем легче их запоминать, да? Правая нога вперед, точка, назад, точка. Оказалось, подобные уроки Дмитрий проводит уже много лет. Он преподаватель в местном дворце творчества. Да и яркие выступления перед публикой для него привычное дело. В Новороссийске он проводит торжества и известен в городе как мастер пародий. Образы в основном женские. Это самое «Там» не о Ютьюбе. Со временем популярный ролик из интернета перекочевал в эфир Первого канала и завоевал внимание и любовь пока еще широкой телеаудитории. Такой успех Дмитрию принесло случайное попадание в кадр. Но большинство современных звезд Ютьюба ради подобной популярности снимают целые сериалы. Иван Палыч, Юрий Палыч, Сергей Юрьевич. И все это мы поймали на одного червячка. Аплодисменты! Предприниматель Сергей Юрьевич уже много лет выкладывает в сеть несерьезные ролики из жизни. В Ютьюбе он известен под именем Сюх Краснодарский. Компания Сюх. Мы очень любим русскую баню. Рассказы о рыбалке, разыгранные по ролям, анекдоты и советы. Визитная карточка Сергея Федорченко. Некоторые его ролики набирают сотни тысяч просмотров. Причем иногда успешными становятся самые странные темы. У меня же либо анекдот, либо совет. То есть, если вы, например, не умеете ковыряться в носу, я вас научу. Это, кстати, социальная программа. Уметь ковыряться в носу. Потому что если вы не умеете ковыряться в носу, вы просто задохнетесь нахрен. А если я вас научу, то вы останетесь живы. Поэтому юмор, кулинария и практические советы – это на самом деле социальные программы, которыми должно заниматься государство. Но так как государство не занимается, занимаюсь я. Съемочная площадка нового ролика Сюфа в его машине. Как правило, он придумывает идею нового сюжета. Остальное – чистая импровизация. Сегодня идея кино какая? Сегодня идея кино – чем заняться в пробках. У нас вся жизнь проходит в пробках утром, вечером, днем. Поэтому я сегодня расскажу о том, чем можно заняться в пробках, в краснодарских пробках. Для создания очередного шедевра нужна лишь маленькая камера и мобильный телефон. Остальное зависит от таланта автора. Сегодня совет Сюфа простой. Чтобы не скучать в пробках, нужно петь. Вот видите, я начал петь в пробках, и пробки разошлись нафиг. Все. Отлично. У леса на опушке. И тогда я включаю первую скорость и говорю ему. А это жила зима в избушке. Я убью тебя, лодочник. Свадьба, свадьба, свадьба пела. Я замочу тебя, лодочник. После нескольких песен пробка и правда разошлась. То ли совпадение, то ли действительно сработал совет опытного Юрича. Так или иначе, новый ролик готов. Так что не пугайтесь, если завтра на светофоре встретите водителя во все горло поющего лепса. Вот такая, друзья, моя жизнь. Такая симпатюлька. В отличие от роликов брутального Сюфа, интернет-сериал Елены Евдокимовой смотрят в основном девушки. Уже два года она на камеру рассказывает, как борется с прыщами на лице, какими кремами пользуется и что надевает на новогодний корпоратив. Вот, и теперь покажу вам аутфит. Вот это такое платье. Оно, конечно, реально очень мега короткое. То есть вообще вот эта вот часть, причем я ее уже зашила. Здесь раньше был разрезик. И когда я делала вот так, у меня створки открывались. И, собственно говоря, были видны реально труселя. Встретиться с Аленой в сети Робина Худина мы решили на своей территории. Пригласили ее в гости на 9 канал. Она снимает ролики каждый день, так что историю о визите на телевидение начала готовить еще по пути к нам, на стадионе. Вот такие турникеты есть на нашем стадионе Кубань. Очень современный. Вообще стадион огромный. После нескольких кадров снаружи приводим блогера в гримерную. Здесь съемки друг друга продолжились. Алена профессионально изучала косметику наших стилистов. Мы с оператором следили за ее работой. Сложно как-то должно быть, не суршающе сложно. Нет, нет, просто разделение, чтобы быстро все найти. Здесь вполне, видите, отдельный ящик со средствами для вуп, с карандашами. Наши кримеры подобряем. Да. Ролики Алены в интернете посмотрели больше 5 миллионов человек. Только постоянных зрителей около 30 тысяч. Есть поклонники и недоброжелатели. Постоянно, что пишут плохие комментарии. Причем не всегда это просто язвительно. Частенько это откровенные негативщики, у которых плохое настроение. И они могут проклять тебя до седьмого колена, проклять детей, неродившихся. Но к этому постепенно привыкаешь, и я не обращу внимания. Операторскому искусству или актерскому мастерству Алена никогда не училась. Она работает инженером, но свои ролики всегда снимает сама. Если вам интересно послушать, так скажем, эксклюзивные комментарии, то оставайтесь со мной. Как я избавляюсь от причин. Как я храню свою косметику и всякие косметические принадлежности. Как перестать тринкать деньги и обзавестись какой-то финансовой целью. Вот так вот выглядит вид из окна. Вот смотрите, вот там вот, это наша река Куба. Крема и помады для тестирования в кадре популярному блогеру присылают производители. Так что из приятного увлечения это постепенно становится работой. Предлагают постоянную рекламу, но правило большинства блогеров, то что мы не соглашаемся на рекламу, соглашаемся на обзоры. Бывает, что не нравится, либо воспользовался кремом, покрылся прыщами. Вот, больше, чем обычно. Но как бы это никого не волнует, все равно надо бы там рассказать, показать все прыщи в камеру, сказать, чтобы это никто не покупал. Страничка Алены, Сергея Федорченко и ролики Дмитрия Калинина с каждым днем набирают популярность. И глядя на современный звезд Ютуба, понимаешь, чтобы сделать любимый в народе фильм, совсем не обязательно закупать дорогостоящее оборудование и писать сложные тексты. Вот у меня есть мобильник. Пойду на него снимать такую жизнь. Пойдем. Денис Сопов, Евгений Литовко, Денис Акулов и Игорь Долматов. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Вабанка» в Краснодаре каждую субботу. Это была такая жизнь. Мы ждем ваши истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv.com.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok